Задумная тема, глазами истины, в течение двух дней будем с вами обсуждать эту тему важную. Поиск истины, найти какие-то ориентиры в жизни, точные. Точные, это важно. Не приблизительные, не то, что я так думаю, мне так кажется, или я так понимаю, и потом плачем, или расстраиваемся, у нас ошибки. Нужна точность. В природе всё очень точно, математически точно, атомарно точно. Молекулярно точно. Но в жизни человека очень много ошибок. Потому что есть своё мнение, оно очень могущественно, сильное. То есть мнение человека очень могущественно, он всегда доверяет этому мнению. Не просто доверяет, отстаивает. Иногда даже ценой жизни, потому что он уверен, ему кажется, вот так хорошо. Ему кажется, что именно это правильное мнение. Он может найти поддержку других людей, обязательно кого-то найдёт. Запрещает какие-то союзы, закрепит свою точку зрения, чтобы ещё больше было уверенности, убеждения, большинство голосов наберёт. Ну, то есть действует. Он активно действует, чтобы как-то продвигать себя. Но итог всегда странный, ну, неудовлетворительный. Даже если мы добились чего-то, как-то на душе, знаете, вот неспокойно остаётся. Вот всегда какой-то осадок, потому что наш путь какой-то вот странный. Без силы, без давления, без какого-то насилия очень трудно достичься. Или без обмана так же. Без хитрости, без скрытности, без гордости, без жадости. Сложно. На самом деле сложно. Поэтому мы вынуждены иногда идти на этот компромисс ради своей цели. И что же, если что-то не получается, мы пробуем ещё раз. Снова не получается, мы пробуем ещё раз. Потому что мы думаем, что жизнь зависит от какого-то удачного случая. Как бы мы ждём удобного случая, и вот нам, наверное, повезёт. Нужно пытаться, пытаться, нас всегда говорят, пытайтесь. Продолжайте, совершайте усилия, играйте в эту жизнь. Добивайтесь. Кому-то же везёт, ну, вы тоже верите. Но это навеяно некоторой концепцией современной науки. Это не относится к реальности. Мы будем ойгустеннее говорить. Есть реальность, есть истина, есть иллюзия. То, что на самом деле нереально, не приносит желаемого результата никогда. Учёные когда-то заявили, что вся жизнь — продукт какой-то случайности. То есть теория вероятности существует. Вот на этой теории вероятности, собственно, оснастно облагается вся наука. Случайно. То есть какие-то взаимодействия случайные, какой-то хаос существует. И, возможно, что-то может произойти в этом хаосе. Не исключено. Вероятность такая есть. Вот так мы получили такое представление о жизни. И для нас этот мир подобен такому хаосу, в котором не исключено, что упадет удача и мне. Я просто должен пытаться как можно больше, как можно активнее это делать. И вероятность увеличивается таким образом. Но что же говорят веды? Веды говорят, одна ошибка порождает другую ошибку. Если все случайно, то почему же вы идете учиться в университет, чтобы стать врачом? Почему вы не можете случайно стать врачом, у тебя по улице? Да идете по улице и раз учет, то что уже врач. Ну и все. Ну там как-то хроносома сдвинулись, там что-то прыгнули, стряхнуло что-то и все. Вы квалифицированный врач или юрист. Но посмотрите, сколько нужно совершить точных усилий, точно выучить, точно знать, прежде чем получить статус какой-то. Точные знания существуют. И жизнь это точнейшая наука, согласно ведам. Законы точнейшие. Их невозможно нарушить и при этом рассчитывать на какую-то удачу. Так же, как законы государства мы устанавливаем, они должны точно исполняться. Если не исполняются, хаос, должны исполняться законы. Итак, теория случайности неприменима к жизни человека. Мы не можем рисковать своей жизнью, просто опираясь на теорию случайности. В природе все происходит удачно, сразу же. Вы сажаете картошку, и точно вырастет картоша, смотрите. Замечали, нет? Не то, что вдруг случайно морковка, ну не получилось. Но она пыталась, конечно. Она пыталась, надеялась тоже. У нее были свои убеждения. Она искала поддержку. Среди картошек, собственно, тоже была посажена. Ну, бывает же, что он крылом не вышел. Ну, морковка получилась вместо картошки. А ведь, собственно говоря, если посмотреть на молекулярном уровне, картошка от морковки принципиально отличается ничем, вы не увидите разницы. Слишком сложная структура, чтобы увидеть разницу. Это углеводы и прочее. Может быть, там какая-то одна веточка азота добавляется уже в другой продукции. Почти то же самое, почти точная копия. Но точно, точно поддерживается вроде бы все, безошибочно. Случалось, что случайно вот выросло что-то в другой. Нет. Никогда не случалось. Все точно поддерживается. И все получается. Травинка вырастает и получается. Дерево вырастает и получается. А почему человек вырастает, у него что-то не получается? Потому что все эти законы жизни, их не может нарушить травинка. И не может нарушить животное. Не может нарушить дерево. Не могут нарушить планетные системы. Нет, 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 нет. Они точно не представляют себе законы природы, потому что ничто не нарушается. Именно по этим факторам мы замечаем, что такое законная природа. Учимся, наблюдая растения, животные, солнечные энергии. Ничего не меняется. Все точно в срок солнца всходит и заходит. Точнейшее время, смотрите, безошибочно. Каждый день. Но жизнь человека какая-то особенная. И в Веда говорится, что человек единственное существо из всех, кто умеет лгать. Собака не лжет. Кошка не лжет. Никто не лжет. Прежде чем лев ходит на охоту, он издаст рыбу. И все знают, лев пошел на охоту, честно. Ну, то есть в природе у каждого есть свои повадки. Если вы изучили эти повадки, вы можете быть спокойны. Вы знаете. Но у человека какие повадки? Разные, знаете. Человек — это запутавшееся существо. Он не знает, кто он, животное ли он или кто. И что такое человек? И Бог ли он на этой планете? Или раковая опухоль? Это до сих пор философские споры идут об этом. Что же такое человечество вообще? Что в конечном итоге ожидаем от него? Полного разрушения или чего? И то и другое есть в нем. Он может быть вообще разумным животным и опасным. А может быть святым человеком? И где же истина? Где реальность? Ну, кто-то даже говорит, что нет никакой истины. Абсолютно. Когда Иисус сказал слово истина, помните, Пилат с вызовом встал и поднял палец вверх и сказал, а что есть истина? То есть он спросил другими словами, кто это знает? О чем ты говоришь вообще? Никто не знает, что такое абсолютная истина. Зачем ты говоришь такие вещи? Зачем ты путаешь голову людям? Обманываешь людей? Нет такого, не существует такого. Абсолютно истина. Ну, у каждого своя какая-то истина есть. И вот истина на земле, это вот власть, это вот деньги, это вот женщины, это вот удобство, это вот все, что люди делают. Вот она и есть истина. Нет никакой другой истины. Не морочь и в нем голову. И тем не менее, вы увидите, что в течение семинара мы будем обсуждать, пытаться углубляться в эту тему. И вы увидите, я думаю, это очевидно будет. Каждому знать, что истина существует. И все мы зависим только от истины. Но если мы говорим истина, значит есть не истина. Истина. И здесь, значит, получается у нас иллюзия. Противоположная. Здесь обман, можно написать под словом иллюзия. А здесь реальность. Это то же самое. Здесь добро, а здесь зло. Здесь жизнь. Это истина. А здесь смерть. Пока вот на этом остановимся. То есть это написано во всех книгах священных мира, что жизнь человека протекает в двух как бы параллельных реальностях. Так называемые. Двух параллельных сферах. Истинные лжи, иллюзии реальности, добра и зла и так далее. Все делится на две части, основополагающие. И очень важно выбрать, что же такое истина, распознать. Это пока не удавалось делать даже великим ученым-философом, потому что истина не постигается умом, говорится. Постигается сердцем. Поэтому можно понять всех великих мыслителей, что так эта тема осталась нераскрытой, недоступной, потому что трансформация удивительна. Ведь ложь может стать истиной на какое-то время, а истина превратится в ложь. Такое часто бывает, поэтому люди сбиты с толку. И действительно, все, что мы утверждаем правильно, может стать неправильным. И вот смотрите, ошибка порождает ошибку. Например, я очень хороший математик. Это пример, я не математик вообще. Я не знаю математику. Это пример. Я допускаю, ну, какую-то незначительную ошибку в начале своих расчетов. Дважды два пишу пять. Ну, хотя это грубая ошибка, знаете. Нет, дважды два это четыре ноль две. Не-не-не-не. Это тоже грубая ошибка. Я же не глупый. Я же математик. Четыре ноль 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 ноль. Одна миллионная. Хорошо. Почти, ну, почти. Правильно. Ну, какая разница? Да никто не заметит же, правильно? Ну, а если я дальше буду продолжать свои расчеты с такой ошибкой, ошибка будет увеличиваться и станет реально ощутимой. Где же допускается ошибка? Потому что наши расчеты правильные. Мы должны жить, мы должны ездить, мы должны спать. Что тут неправильно? Деньги нужны? Что тут неправильно? Дом нужно? Все нужно? Почему неправильно? В чем ошибка? Знание, истина, оно является источником счастья. Это измерение критерий правильности и неправильности. Реальность приводит к счастью, увеличивающемуся. Иллюзия приводит к страданиям, увеличивающемуся. Поэтому, когда мы культивируем знание, которое дает нам удобство, но увеличивает страдания, это называется культивированная невежесть, или культивированная иллюзия. Почти как. То есть, что такое иллюзия? Сейчас пойдете. Иллюзия не существует без реальности. Она происходит из реальности, потому что это отражение. Отражение не существует без оригинала. Ложь – это ничто иное, как искаженная правда. Вот и все. То есть, мы не можем, строго говоря, солгать, потому что мы все говорим правду. Но относительную правду. Для меня это правда. Воры воруют деньги, потом садятся вместе все, в уединенном месте и делят поровну честно. Мы же честные воры. Теперь все поделили честно. Относительная правда называется. Сама позиция людей – вор, но мы честные воры. Когда я читал Бхагават Пурану, там в Одинской Песне описано, что в этот век Калии главной профессией людей будет воровство и обман. Я остановился и стал думать. Действительно. Профессия одна, специализаций много. Ведь посмотрите, нас точно обучают различным навыкам профессиональным. Но для чего? Все больше и больше концепции утверждает для личного пользования, для личной карьеры, для личного обогащения. То есть человек ставит цельную свою работу, используя для обогащения, для улучшения материального положения, собственного, личного в основном. А это не что иное, как сознание воров, которые именно думают о личном обогащении. Поэтому веды говорят, что век Калии люди будут трудиться, иметь различные профессии, но дело у всех будет одно и то же. Все будут заботиться только о личном обогащении, о личном счастье. Каждый будет сам за себя. Между ними разрушится связь, отношения в обществе. Людей будет много. Век Калии даже перенаселение может быть. Но они будут все одинокими. И каждый будет бороться в одиночку за свое счастье при такой конкуренции, когда их миллиарды это будет невозможно. Удача вы будет единицам. Материальная удача. Но они попадают в очень большую сложность, такие единицы, успешных людей, богатых людей, что окружены завистливыми людьми, им придется прятаться. В своих домах закрываться, с охраны не будут жить в страхе. Что могут потерять это богатство. Они будут не любить людей, презирать их, считая, что они глупые. Попрошайте. Общество будет делиться на богатых и бедных, и будет серьезный конфликт между ними. Будут даже перевороты и войны из-за этого. И иллюзия, или зло, или обман будет хорошо организована. А истина, люди перестанут верить в нее. Что она вообще существует? Потому что каждый сам за себя. Если я даже знаю истину теоретически, это никак не поможет мне в жизни. Я все равно одинок. Если я всем скажу, что знаю истину, от меня сразу все отвернутся. Интересная ситуация. Какова сила иллюзия. Разделяй и властвуй. Все люди века не разделены. Цель наших бесед в обратном. Объединить силы добродетели. В обществе. Это хорошие крепкие семьи. Это экология. Это целостность личности. Это любовь и доверие. Принципы семи, чтобы расширялись. То есть сознание может подчеркнуть извед. Точную науку. Как это осуществить. Это интересный момент. Потому что если мы применим все рекомендации и вед, мы получим результат. Не сомневайтесь в этом. Просто почему-то никто не хочет это делать. Давайте в этом тоже заберемся. Почему же у нас нет этих сил или уверенности? Почему нам так трудно принять какие-то правильные вещи? Итак, необходимо найти источник собственной энергии, силы, энтузиазма. Это первый шаг к истине. Все начинается со шракхи, говорится, веры. Вера – это энтузиазм. Это счастье, радость. Наверное, молодые люди женятся. Почему они счастливы? Они верят, что будут счастливы. Это вера просто. Они не знают, будут они счастливы. Не будут. И старики их поздравляются слезами на глазах. Будут тебе, говорят, счастливы и плачут. Потому что они знают, как трудно им будет. Но они верят и не понимают этих стариков. Но это просто, знаете, старые поколения. Они не понимают нашей любви. Мы сейчас молодежь, знаете, как их умеем любить? У нас любовь. Что они в этом понимают? Они старые поколения, не так ли? А старое поколение прекрасно понимает, что такое любовь. И чем она заканчивается. Они понимают их иллюзию, то есть, другими словами. Их веру, слепую веру. Вот эта слепая вера, ничто больше. Дает вот это ощущение счастья быть вместе, желания быть вместе. Они верят, что будут счастливы. Абсолютно. Что так приятно общаться друг с другом. А если жить вместе, так вообще хорошо. Почему не решили жить вместе? Приятно. Они поверили через приятное ощущение. Поверили в это. А потом радость куда-то уходит. Ну, то есть, бытовая уже жизнь начинается. От монотонной, работа, дом. Ну, как тут. Постоянно одно и то же. И чем больше вера уменьшается, тем больше видишь, что чувствуется более серьезный и угрюмый. Ну, как в любом городе. Кроме Иркутска, конечно. Вот я прожил по городам. Везде на этой же картине. Но в Иркутске, конечно, по-другому все. Здесь люди верят до конца своих дней, я думаю. Что будут счастливы. Нет, нет. Есть везде люди, уже потерявшие веру. Или на что-то еще надеются. Еще теплится какая-то вера к жизни у них. Вера в себя также. А многие люди уже опускаются. Очень-очень многие люди. Вот посмотрите внимательно. Если вы этот пласт людей увидите, рассмотрите, вам будет плохо. Это трагедия общества. На самом деле люди теряют веру. Без веры жить нельзя. Нужно счастье. Так написано это, что человек должен быть счастлив в жизни. В этой мере всегда. На каждом этапе жизни есть свои задачи, которые приносят счастье человеку. Нужно знать об этом. Что же это за задачи такие, которые мне нужно выполнить? И что же я получаю? Счастье. Энтузиазм. Вера и знания развиваются. Бесстрашие приходят. Если я знаю реальность, я становлюсь бесстрашным, потому что смерть это иллюзия. Страдание это тоже иллюзия. Реальность и сам другая. Ну, может быть, тебе трудно сразу поверить, да? Как страдание это иллюзия, это что, нереально? Нереально. Нет. Это стих на санскрите древнейший, где говорится, что временные проявления счастья и несчастья, они подобны приходу и уходу зимы и лета. Вы не можете остановить этот цикл. Поэтому счастье имеет такую мерцающую природу. То появится, то исчезнет. Оп, снова появилось это, оп, исчезнет. Где-то увидели, кому-то повезло, оп, возможно, и мне, оп. А вот, кажется, и ко мне что-то, оп, и поменялось. И вот так всю жизнь. Это счастье и несчастье, как зима и лето, как сутки. Циклы. Это циклы. Это происходит от восприятия чувств, говорится, вы так думаете. Нет счастья и несчастья. Есть чувства, органы восприятия. И они определяют, что это, счастье или несчастье. Больно, несчастье, приятно, счастье. Это лишь чувственное восприятие. И знание означает, реальность, что вы можете управлять чувствами. То есть по-другому все это видеть. И поэтому там говорится, нужно их переносить так, чтобы тебя это вообще не тревожило. Не замечая этих вещей. Жара, холод, боль, наслаждение не придавают этому большое значение. Страдание приходит тогда, когда боль входит в разум человека. Физическую боль можно терпеть, если она не вошла в разум. Если она входит в разум, невозможно. То есть человек намного сильнее может быть, чем он кажется сейчас. Сейчас, согласно современной психологии, исследованиям человека, Главное, одна из главных проблем становится сегодняшнего мира, это уязвимость человека. Повышенная уязвимость, он все принимает близко к сердцу. Слишком обидчив человек. Слишком капризен стал человек, западный особенно. То есть все более и более уязвимы, обидчивы, не могут с этим справляться, они страдают. То есть человек меняется, становится более слабым, более подвержен иллюзии, боли, страданиям. А когда-то люди, знаете, они герои. Они, наоборот, искали. Ну, чему можно отдать жизнь настоящему? Вот я пришел сюда, для чего? Я же должен не просто есть и спать, и прятаться, и прятаться от каких-то проблем. Должен выйти вперед. И жизнь всю посвятить чему-то, и стать героем. На самом деле, ну, смысл-то в чем? Они шли специально на аскезы трудностей. Наоборот, они делали это все. И на самом деле история знают они как героев, великих людей. Они не зря прожили свою жизнь. Такие люди именно создают какие-то могущественные культуры. Знания продвигают, управляют людьми. И через жертву, через аскезу. Идут через собственные страдания ради других. Это мощь. Но современный человек, он думает о комфорте. Как семью свою улучшить? Что с детьми делать? Где деньги взять? Дайте мне семинар, чтобы я стал богатым. Чтобы я вот все желания. Закон визуализации. Дайте мне, чтобы я вот визуализировал. И все было, как знаете, в сказке золотую рыбку заказал. И вилла получила, появилась там, где я хочу, понимаете. И молитву дайте мне, чтобы заупокоить душу. И все было. И хлеб насущный, чтобы враги все мои сдохли. И каждый молит, чтобы враги сдохли. И таким образом все скоро сдохнут от такой молитвы. Потому что все друг другу враги, получается, конкуренты. И некоторые говорят, ну давайте помолимся за всех, чтобы все были счастливы. Только глаза закройте сначала все, чтобы никого не видеть. Что если мы в глаза увидим кого-то, я не могу тогда его поджать счастье. То есть учатся им персонализму как. Потому что личностные отношения не разобраться там. Там столько иллюзий, столько проблем. Личность вообще большая проблема, как видите. Начинается все хорошо. А потом, когда мы ближе знакомимся, все больше и больше сложностей. Видим какие-то недостатки, несоответствия, несогласия, разногласия. А потом обиды, потом не могу простить, потом боль, потом ненависть уже. Все, любовь была. А вот ненависть получилась. Что случилось? Как так получается? Интересно, что веды говорят неизбежно. Это неизбежно, потому что у человека есть четыре недостатка. У каждого. Кто-то, смотрю, записывает. Мне кажется, что это общеизвестная вещь. Первое. Несовершенство чувств. Несовершенные чувства. Только не забудьте про это. Записать по-нормальному. Потому что, когда вы начинаете общаться с другом, вы забываете про это. Мы видим, что у кого-то чувства несовершенные. Вот он видит и говорит, ну совсем не так, как я вижу. Вообще, мало у кого нормальные чувства, правда, живу. Мало кто со мной согласен. Не все такие, как я, нормальные люди. То есть, я очень доверяю чувствам, потому что нет у меня другого способа понимать, как только мое органовое восприятие. У меня определенный тип чувств существует. А у другого, другой тип чувств и ума. И вот, тем не менее, мы говорим, он не прав. А виды говорится, что все несут часть истины. Эту мозаику нужно просто поставить на место. И все будет работать вместе хорошо. Отдельно плохо. Колесо – это часть машины. Часть истины. На месте та же истина. Но если вы отделяете колесо от машины, ни машина не поедет, ни колесо бесполезно. Все бесполезно становится. Если все разделить на части. Поэтому как же нам быть связанными? Чувства несовершенные. Мы не можем, полагаясь на чувства, получить совершенное восприятие мира. Неполагательное. Конечно, мы так воспринимаем. Но выводы не делают основания чувств. А на каком же основании делать выводы? А я скажу позже. Сначала продолжим. Чувства несовершенны, потому что они ограничены в своем восприятии. Очень сильно. Даже не видя, в каком мире мы находимся. Мы живем на поверхности планеты. И до сих пор никто не знает, что такое эта планета, как она устроена. При всем развитии науки. Здесь какие-то теории, но точного понимания не существует. Что это такое? Что такое, если пристрелят океаны? Никто не знает. Как устроены реки? Никто не знает. Как самолет взлетает? Никто не знает. Формулы говорят, что он не должен взлететь. Как летает шмель? Вообще непостижимая наука для ученых. Они измерили его массу, площадь крыльев, всю эту траекторию и частоту взмахов. Не должен летать. Летает на зло ученых. И так летает, и так летает. И думайте. Не можете. Не понимаете. Маленькая муха летает со скоростью курьерского поезда. Пожалуйста. Бедные выченые. Они вообще не понимают даже, кто они. Посмотрите. А ведь мы же им верим. У вас, смотрите, есть. Вагон люкс. А есть общий. Но общий идет по назначению. А люкс не идет по назначению. В какой вагон сядете? В этом примере понятно, что нужно садиться в общий. Придется терпеть. Но в жизни почему так не поступает? В жизни мы сидим с вами в люксе, который никуда нет вообще. Он еще поспал немножко. Снова выглянул в окошко. А с платформой говорят, это город Ленинград. Откуда ты сел, туда приехал. Странно он думает. Снова поспал немножко. Снова выглянул в окошко. А с платформой говорят, это город Ленинград. Ничего не меняется. Хорошая история. Иллюзия. Иллюзия продвижения, так сказать. И так чувства несовершенные. Они не могут знать ничего. Вот вы родились. Вы же ничего не знали. Вы даже не знали свое имя. Согласны? А сейчас вы представляете. Иван Иванович, Иванов. Такого-то года рождения. Откуда ты знаешь вообще? Тебе сказали об этом. Написали в паспорте. Ты понятия не имеешь, как ты родился вообще. Если бы не было мамы и папы, ты бы не знал даже год рождения свой. Тебе сказали старше. А они откуда узнали? От своих старших. От тех кого? Никто ничего не знает. Вот и все, что мы знаем. Нас назвал кто-то, направил учиться и сказал. Будешь учиться, потом пойдешь на работу, потом женишься. Все, все, что я знаю. А что они еще могут сказать? Это все жизнь основана на чувственном восприятии. Второй недостаток. Склонность к обману. Каждый человек склонен к обману. Скажете, ну как так? Вот я не склонен к обману, допустим, скажете. Нет, нет. Все склонны к обману. Все примут обман. Все примут ложь. Если обман, приятный. Один учитель сказал своим ученикам, лекции это было в начале прошлого века в Индии. Он сказал, этот мир обманутых обманщиков. И дал лекцию на этот счет. В конце ученик спросил. Горджин, ну вот, мне так и непонятно, как этот мир весь обманутый. И он еще обманщик, еще и обманутый. Ну-ка объясните. Я так и не понял до конца. Вроде бы все честные люди так считают, не так. Ну разве нет? Здесь же все честные люди собрались. А почему же мы обмануты? И почему же мы обманщики? И он говорил, хороший пример для Индии. В Индии есть места паломничества. Святые места, куда идет миллионы людей в дни праздников, священных месяцев. До сих пор, если вы путешествуете в Индию в такое время, вы увидите, что там творится. Вся Индия это такое священное место. Там сотни и тысячи святых людей в садху, медитирующих, йогов, там много чего можно увидеть. И вот идут в эти места паломничества много женщин так же. С целью соблазнить садху какого-нибудь, чтобы иметь ребенка от него. Потому что иметь ребенка от садху престижно в Индии. Об этом желании и хитрости женщин знают и здравствованные мужчины. И одеваются как садху, и тоже идут места паломничества. Чтобы быть соблазненными этими женщинами. И те, и другие знают об этом обмане, но делают, потому что обман приятный. Вот и все. Комфорт, который мы устраиваем, это приятный обман. Вот и все. Мы уже обмануты. Потому что жизнь человека предназначена для аскезы. Это его здоровье, это его интеллект, это его успех. Комфорт означает медленное загнивание, гибель. Есть такой эксперимент, Вселенная 25. Можете набрать в интернете, познакомиться, если кто-то не знаком. То есть эксперимент проводился с мышами 25 раз. Отсюда это название Вселенной 25. Какой-то канадский ученый, насколько я помню. В прошлом веке, где-то в 30-х, что ли, годах. Извиняюсь, могу неточности допускать, какие-то хронологические. Но суть в том, что для мышей создали Вселенную. Вселенную. Полтора метра высотой многоэтажка такая, там площадь какая-то есть. И там норки всевозможные. Подача корма, воды, температура необходима. Идеальный комфорт для мышей. Он изучал. Плюс 21 или 20 градусов. Я не помню. Идеальный температур для мышей. Идеальный условий для проживания. При первом же желании, потребности выдается корм, вода. Никакой конкуренции, никакой аскезы не нужно. Никаких усилий, чтобы жить счастливо. Собственно, мы тоже хотим создать Вселенную такую. Свою Вселенную. Вселенную комфорта. Вот она уже существует, как и есть, но мы хотим другую. Вселенную комфорта. Здесь слишком много труда нужно, чтобы жить. А мы хотим по-другому все устроить. Найти такие источники энергии, которые бы все это выполняли, автоматизировать. Мы бы могли жить легче. Эта тенденция очень устойчива. И он наблюдал, как через два года примерно в среднем вся мышиная колония вымирала до ее последней единой мышки. Он проводил эксперимент 25 раз, чтобы убедиться, что это научно. Что-то не случайно. И в конце концов, он даже описал подробно, что происходит. В этом солнце и у мышей, при таких идеальных условиях. Первое, что происходит. Самцы перестают заботиться о своих семьях. Всего нет необходимости. Выживание. Если самка заботится о малышах, то самец должен заботиться о семье. И также защищать семью от агрессоров. И самцы становятся слабыми. Это означает, что самки становятся легко доступными для чужих самцов. Им приходится защищаться самим. Они начинают злиться, быть агрессивными. Драться. И эта агрессия, когда входит в их природу, постепенно. Это не сразу. Они начинают относиться к своим мужьям агрессивно. А потом к своим детям. И потом впервые в истории этой вселенной мама-мышь пожирает собственных детей. То есть это проявление агрессии прямо потомству. Ее неудовлетворенность. Потому что она беззащитна. Ну, в нашем случае это могло бы назвать абортом, допустим. Если у мышей это так проявляется, у человека может и по-другому проявляться. Но тенденция та же самая. Не хочу. Зачем? Мне и так трудно. Я беззащитна. Я так не выживу. Потому что нет должной защиты. Далее. Появились странные мыши-изгои. Их не любят. Диссиденты. Они где-то в отдалении седствуют, в их норках. Практически не общаются ни с кем в социуме. Обиженные на всех. Злые, раздраженные такие, знаете. Какие-то некрасивые такие, корявые. И они выпрыгивают иногда свои энергии, чтобы кого-то укусить. Седло запрыгнули. Но такой характер у них при этом. При этом все доступно. Параллельно с этим появились красивые мыши. Элита. Шерстка. Ножки. Хвостик. Ушки. Все на месте, понимаете. Идеально. Они сидят в центре всегда. Полулежа располагаются. Вдохновляют всю Вселенную. Это их как бы стимул жить. Наслаждаться. Зрелище. Но у них же нет телевидения. Правильно? У нас по телевизору сегодня ножки показывают. Там хвостики, там ушки. Кому что. А там вот такие вот красивые мыши. Назвали. Красивые мыши. Им все вне очереди. И прочее. Потому что они вдохновляют всех. В конце концов приходит дело до того, что они склонны только к чувственным наслаждениям и развлечениям эти мыши. И начинаются первые примеры гомосексуализма. Они вообще не вступают в брак. Они начинают спариваться с однополыми. Заниматься сексом. И постепенно вся колония вымирает. 25 раз это все повторялось. И результат был один и тот же. Тогда этот эксперимент был незамеченным. Потому что все подумали, а какое это имеет отношение к человеку? Мы же разумные люди. У нас же есть истина, понимаете? Ну посмотрите, мы похожи. Бываем так же глупы, как эти мыши. Человек может быть таким же глупым, как животное. Несмотря на его речь, культуру, телевидение. Самолеты. Космические достижения. Химические опыты. Психологические понимания. А ведь суть-то та же самая. Один ученик сидел с ним учителем за столом. Но он чувствовал скованность в присутствии учителя. Потому что остались наедине. Вдруг внезапно понял, что не знает, что делать. Что мне говорить? Уйти, остаться и так далее. Лето. И на столе мухи играли. И две мухи совокуплялись прямо на столе. И учитель увидел и сказал ученику, смотри. Ученик посмотрел, как неудобно. Что-то такое еще присутствие учителя, такие вещи. Ну так мы обычно к этому нормально относимся. Но присутствие учителя, ну нехорошо. Глупые мухи, понимаете? Учитель смотрит. Еще мне говорит, смотри туда. Ученик не знал, куда глаза девать. Он говорит, смотри, смотри. Видишь, вот эта самка, это самец. Вот самка играет с самцом. Дразнит его. Потом самец ловит самку, и у них секс. Так чем же человек отличается от мухи, он сказал? Все то же самое. Это не истинное существование. Рефлекторное существование называется. Неосмысленное существование. Мы забыли осмыслить то, что мы делаем. Нам просто чувствовать приятное дело, а зачем? И куда? Мы не успели осмыслить. Знаете, есть такой опыт биологии. Рефлекс называется. Лягушки трезают голову. И на зажиме подвешивают тельце. И показывают всем, демонстрируют. Смотрите, как устроена нервная система. Вы раздражаете лапку кислотой, или укалываете ее, лапка оп. Смотрите, рефлекс называется. Не нужна голова для этого. Реагируете. Она реагирует. В нашей жизни часто случается так, когда оп, женился. Потом оп, развелся. Потом оп, еще что-то сделал. И я не понимаю, что это и зачем. И кому это все нужно. И одна ошибка поражает другую ошибку. А я думаю, что прогрессирую. Я ищу счастье в жизни. Здесь иллюзия. А где же реальность? Реальность заключается в том, что если наши цели возвышены, человеческие на самом деле, то и поступки должны быть каждой возвышены. Иначе что? Я говорю, я иду к истине, а сам иду в другую сторону. Ведь практическая моя жизнь прямо в противоположном направлении движется. Я сам отказался от этого. Однажды учитель гулял с учениками в Нью-Йорке, и там закат солнца, и здание полыхало этим заревом зеркальным небоскребом. И все ахнули. О! Вот так же действует иллюзия. Реальность совсем с другой стороны. А вы привлечены отражением. Ну а то куда идете? В другую сторону совсем. Обман. Третий момент. Человек склонен ошибаться. Ошибка. Это свойственно. Есть такая даже поговорка. Человеку свойственно ошибаться. Это третий недостаток. Обусловленного человека. Я объясню это слово. Обусловленный сейчас. Обусловленный. Люди некоторые приручают ядовитых кобра. Это их профессия. Они учатся с детства. Они их не боятся. Знают их природу хорошо. Рискованное дело. Но они справляются с этим. Большие королевские кобры. Они их приручают. Один из способов приручения. Очень простой. Должны выйти на арену. Откуда кобра не может уйти. Вы тоже собственно не можете особенно уйти. Один на один с ней. Она поднимает сразу в боевую стойку. Конечно же. Как только вы появляетесь. Что это змея. Она не будет к вам мирно относиться. У нее природа другая. Природа кобры зависть. То есть злоба. Она вас укусит смертельно сразу же. Как только вы сделаете какое-то движение неверное. Она вас убьет. Это ее природа невинная, так сказать. И очень опасная. Но человек также знает, что это злоба. Если не дать ей выхода, убьет саму кобру. Поэтому что он делает? Он внезапно, неожиданно для этой змеи. Дает ей пощечку. Сильно очень. Представьте, что чувствует без того злая кобра. Она просто слепнет от гнева и бросается. И в это время он уже знает, что она бросится. Он должен... Мимо. И пока она не очухалась, вторую пощечку... Она уже не знает, знаете, жить или умереть самой. Она так злится. И она продолжает делать эти броски. И в конце концов теряет сознание от слова. Как мы сказали. Она не может сама выносить этой эмоции собственной. Ну как? Представьте, что вы завидуете. Вам же плохо. И чем больше вы завидуете, тем хуже вам. Вас никто не трогает. Вообще никто. Но просто вот этот человек вот у него всегда все хорошо. А мне всегда плохо. И он главное рядом всегда у нас, по сути. Если бы его не было, мне было бы гораздо бы... На меня бы всем обращать внимание. Но он рядом всегда. Все, ничего не получается. И все из-за него. Понимаете? И в конце концов теряет. Он же купить этого человека просто. Лен самому не жить. Многие люди зависти совершают суицид. Не шуточное дело. То есть, когда эта зависть входит в сознание глубоко, в разум у человека, в сердце человека, он говорит, я жить не хочу. Не хочу жить, понимаете? Я ненавижу жизнь. А жизнь тут ни при чем. Может быть, просто один человек испортил ему всю эту жизнь. Жизнь-то тут ни при чем. Это зависть. В конце концов, кобра теряет сознание. И он берет ее в этом состоянии уже безвольным, ослабленным. И наматывает себе на шею. Все. Кобра приручена. Можете брать. Ядовитая кобра с зубами. Обусловленная кобра. Прирученная, то, что мы называем. Она вас не укусит, потому что она уже знает. Я уже пытался это сделать. Бесполезно. Лучше не пробовать. Это хуже для меня только. Все. Неукусно. Она думает. Ум ее фиксирует в эту неудачу. И не может от нее отрываться. Поэтому, когда мы говорим о какой-то истине, мы думаем, это слишком высоко. Это не для меня. Я вообще по эти вещи никогда не думаю. Я обусловлен. Мне нужна работа, деньги, успех. Понимаете, о чем я? Нужна семья хорошая. Вы о чем-то там говорите. Но без этого не бывает того, что вы хотите. Невозможно. Вы хотите очередной иллюзии. Очередного разочарования. Но, простите, вы придете к самоуничтожению. Что новые попытки только увеличат углубит разочарование в жизни. Новые неудачи. Мы не хотим распространять новые неудачи. Мы хотим узнать истину, правду о чем-то. И так это правда, что человек ошибается, склонен к обману, имеет несовершенные чувства. И четвертое несовершенство я почему-то забыл. Кто напомнит? Да, да, иллюзия. Вот она, о которой мы сейчас говорим. Иллюзия. Подвержен иллюзии. Иллюзии. Иллюзия означает не просто обман, а самообман. Это обман, в который я сам верю. Называйте иллюзией. Это то же самое, что обман иллюзия. Но в одном случае я не верю в этот обман. Даже когда обманываю других, я знаю, что я обманываю. Но в этом случае я убежден, что это правильно. А один шахматист, другой шахматист. Играют в шахматы. А один убежден, что ходит правильно. И другой тоже убежден, что ходит правильно. Но кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает. Это называется иллюзия. Ну, заметьте, пожалуйста. Ну, практически каждый здесь исчезает, я думаю, так. Каждый верит в свою удачу в жизни, правда же? А иначе как? Дорогие мои, но ведь это же иллюзия. Где основания? Вы очень талантливы все. У вас есть начальный капитал. Или вам собираются помогать многие люди. Но рассудите, верно? Это может быть иллюзией. Потому что в одиночку человек не может достичь совершенства. Мы можем строить свои планы сколько угодно. Но в одиночку человек это невозможно. Вы не можете переплыть океан, даже если вы очень сильный пловец. Кандидат в мастер спорта или мастер спорта, или победитель игр каких-то олимпийских. Неважно, океан не переплывете. Невозможно это. Нужен корабль. Нужна мощная система организованная. Например, в этом зале мы включаем свет. Ну, достаточно просто включить рубильник, и свет появится. Небольшое усилие. Так. Вы делаете все лишь одно движение. Раз. Все. Посвещено. Но это только потому, что этот рубильник и вся эта система подключена к большей системе. Где-то есть ядерный реактор, который работает. Трансформаторы. Линии передачи. Там много чего есть. В конце концов, к каждому дому подведены все эти сети. А нам остается сделать только небольшое усилие. И готово. Видите? Когда все связано. Как легко. Когда вы сотрудничаете с системой. Не сложно. Но если это не связано с источником энергии, сколько угодно можете включать рубильник. Бесполезно все. Ничего не получится. И так же, если наша жизнь не связана, не имеет такой связи с источником, мы не можем добиться результата. Хотя правильно можем поступать во все других случаях. Ошибка изначально в том, в виде, говорится, нужно стать йогом для этого. Чтобы иметь успех в жизни, мы должны быть связаны с источником. Например, иллюзия и реальность. Можно? Наиболее доступный пример это объект и зеркало. Я в данный случай буду реальным объектом, в зеркале будет мое отражение. Как мне, работая с отражением, улучшить его? Это возможно? Вы можете пытаться улучшить отражение. Ничего не получается. Но стоит ему красить оригиналы, отражение автоматически становится красивым. Вот и все. То есть, есть реальность, есть иллюзия. Здесь то же самое. Если мы совершаем чистое, бескорыстное, преданное, любовное служение в абсолютной истине, это оригинал, источник всего, абсолютной истины, наша жизнь тоже становится прекрасной. Автоматически. Потому что мы отражение, частичка абсолютной истины. Вот и все. Хорошо. Зеркало, понятно. Оригинал, понятно. А когда ребенок идет в школу, как он видит свой успех? Учитель отражает его успех. Он тоже зеркало. Но он же другое зеркало. Не физическое, а психическое или интеллектуальное зеркало. Если мы хотим узнать уровень своего интеллекта, мы идем к ученому человеку, который развит интеллект. И он оценит, отражает его точно, что у него есть способности. Если мы хотим учиться искусству, мы идем к талантливым людям, а от них получаем это отражение, ведь мы же себя не видим. И ведите себя, им нужно отражение, чтобы себя воспринять. Дети друг перед другом прыгают, играют и показывают себя друг к другу. А, как я? Так я себя понимаю по реакции друзей. Как я прыгнул? Хорошо. Ну, друзьям понравилось, подражаю, значит, я успешен. Кругом нужно зеркало. Или я тут на сцене хожу, я же на вас смотрю, я же себя не вижу. И по вашей реакции я могу понять, что делать дальше. Мне нужно тоже зеркало. Интеллектуальное зеркало, психическое зеркало, физическое зеркало, потому что видящий не может увидеть себя, оцениться. Он в иллюзии. Он что-то думает о себе, а чтобы убедиться, он должен проверить, как отразится это, как. Хотите узнать, какой вы художник, сделайте выставку. И людям расскажут об этом. То есть мы должны увидеть себя в ясном отражении. Ну, хорошо. Интеллект понятно, физическое отражение понятно. А как насчет своей души? Самой моей сути? Вот я ее никогда не видел. А потому что мы не общаемся с духовными людьми по-настоящему. У нас нет отражения, мы не видели никогда. Если мы никогда не общались со святыми людьми, мы никогда не видели свою душу. Нет отражения. Один богатый купец, у него было четыре жены. И первую жену он любил больше всех. Одевал ее, кормил, наряжал, всем показывал. Не разлучался с ней днем, не ночью. Вторую жену тоже любил, но очень боялся, что идет к другому. Слишком привлекательная была, запирал ее под замок. Держал, заперти. И третью жену он больше уважал, чем любил. Он позволял ей жить своей жизнью, но когда необходимость была, помощь, она всегда была рядом, как верный друг. Помогал. Ну, а про четвертую жену он даже забыл, как ее зовут. Он просто не замечал ее. Она превратилась в служанку. У нас же забыла, что это вообще даже жена ему. Настал день смерти этого купца. Лежит тут на смертном одре. Беспокоится только об одном. Я сейчас ухожу от моих любимых жен. В иной мир. Там я буду в одиночестве. Это страшно. Он обращается к тебе, любимой жене, не покидая меня. Пойдем со мной в этот мир. Не бросай меня. Ведь мы же с тобой как одно целое. На что любимая жена ответила, дорогой мой, мы с тобой совершенно разные. Ты пойдешь сейчас в эту сторону, а я совершенно в другую сторону. Между нами ничего общего нет. Никогда не было. Несчастный такой услышал и перед смертью. Подумал, как же так? Это моя любовь. Такая боль, такая рана. В такой момент жизни никакой поддержки. Как жестоко он подумал. И он обратился к другой жене, но я тебя тоже любил. Прости, конечно, я тебе не всегда доверял, но это из любви. Не бросай меня хоть ты. Ты пойдешь со мной в мир иной, не бросишь меня. Ну что, другая ответила тоже, что, дорогой мой, я уже знаю, куда я пойду после твоей смерти. Ты не зря меня забирал. Мне давно уже глаз положили. Прости, дорогой. Я не твоя. Какой ужас, подумал. Затем обратился к третьей жене и сказал, мой друг, помоги мне, не бросай меня. Я приду, не беспокойся, приду на похорон, организую как надо. Но у меня своя жизнь, я не могу пойти с тобой. Ты знаешь об этом. будь мужчина, мужайся. И он умирал в скорби от одиночества. И тут он сошел в тихий голос, прямо над духом, над своим. Я буду с тобой. Я всегда буду с тобой. Ты кто? Встреча. Это твоя четвертая жена, которую ты никогда не замечал. Не обращал внимания, не одевал, не кормил, никому не показывал, и сам забыл про нее. Так вот, мне кого нужно было любить. Вот, кому нужно было служить, кого защищать и опекать. Что это за история? Первая жена этого человека, купца, это тело физическое. Мы любим его больше всех. Днем и ночью мы с ним не расстанемся, одеваем, наряжаем, кормим всем, показываем. Но момент смерти, оно пойдет туда. Туда. Мы туда. В разных сторонах. Простите, но это так. Вторая жена, это богатство этого купца. Золото и деньги, недвижимость. Он всегда запирал на ключ, и мало ли знаете, кто глаз положит. И так и есть. После нашей смерти сразу разберусь. Давно уже глаз положили, пока мы живы еще. Третья жена, наши знакомые, друзья, которые готовы нам всегда помочь, но живут своей жизнью. А четвертое, это и есть душа, которую мы забыли. Наша истинная спутница. Ну, аллегория такая. О реальности и иллюзии. Если мы служим иллюзии, мы расточаем свою энергию зря, говорится, попусту. Попусту проживаем жизнь. Прожигаем, развлекаемся, что еще, наслаждаемся, думаем, надеемся, строим планы, но никогда не достигаем, потому что называется не это. Даже если вы получаете, вы говорите, ну, вот что-то не то. Как только пройдет через мое восприятие, вот уже совсем не то. Я как будто порчу то, что я приобретаю в своем восприятии. Так и говорится, что мы здесь все портим. И сами же потом не любим эту жизнь. Вот мы когда приезжаем в Сибирь, я всегда удивляюсь, какая природа. Вот в конце края не видно, вот в поезде едете, знаете, вот море, океан тайги. И воздух чистый, и реки иногда чистые попадаются тоже. Но удивление. А почему удивляемся? Так и должно быть же, верно же? А потому что это становится реже, 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 реже. Все менее-менее доступно. А истина заключается в том, что нам нужна чистая вода, чистый воздух. Разве это не истина? Не для всех ли это истина? А мы говорим, нет истины, а вот она, чистота. А с этого начинается наше понимание истины. Чистая вода, чистый воздух, чистая земля, чистые одежды, чистые мысли, чистая любовь. С очищения начинается представление об истине. Чистота это истина, а грязь это не истина. Грязь это не вода, это примесь к воде. Говорит, вода грязная, она не бывает грязной, потому что вода, она чиста по своей природе. Но примесь есть, она как бы смешивается и кажется грязной. Но если она постоит немножко, вы увидите, отстаивается. И проявляется ее чистота. Сейчас лето. На Байкале очень много гостей. Каждый лето, наверняка. Почему люди стремятся сюда? А вот такой чистоты в мире нет нигде. Я помню, как на Байкале пытались построить целлюлозный завод, и как общественность вся возмутилась и стала бороться за чистоту Байкала. Было еще в советские годы. Потому что такой чистоты нигде нет, ее нужно опереть. Зачем? Потому что это истинно. Если не будет чистоты, то с чем мы сравним, что чисто, что не чисто? Скажите, с чем, если не будет эталона? И сейчас Байкал это как эталон чистоты. А воздух тоже должен быть чистый. Один ученый обнаружил янтарь много тысяч лет происхождения. Какое-то огромное количество лет. Капля янтаря, а в нем пузырек воздуха той атмосферы древней. Но он заинтересовался, что же это за атмосфера, чем дышали тогда живые существа, и увидел, что там воздух был намного чище. Другой состав. Сейчас мы уже по-другому понимаем чистоту. И воды, и воздуха, и пищи, и любви, и абсолютно истины. Мы обусловлены, говорится, своим представлением собственным. Если спросить человека, как у тебя дела, он говорит, нормально, хорошо. Он обусловлен. Идет, сейчас, через улицу. И тут машина. Вот примерно такой шок он получает, сильнее, конечно. И вот он просто лежит вот так вот на асфальте в такой странной нелепой какой-то позе и не двигается. Но глаза и моргает. Видели такое? Я видел. Такое случается. Шок там, переломы какие-то сразу, он говорит, он влипает в асфальт и все, и он бездвижен. Но он сознание еще может. И тут же люди к нему подбегают. Ну что, ну как, все нормально, как? Он говорит, все, все хорошо, только меня не трогайте. Вот так я лежу, вот нормально, все. Не трогайте, я полежу на дороге, ладно? У меня вот так хорошо, так хорошо. Он сразу обусловился. В одном году я не обусловился. Потому что, если только меня тронете, будет сразу плохо. Не трогайте, вот так хорошо. Нет, дорогой, ну нужно в больницу, тут дорога, пойми, тут нельзя, надо, надо, потерпи. Сильная иллюзия, смотрите. Ведь там чувство, боль. Как преодолеть все это? Вот он лежит там, у него нога на вытяжке, там, рука так, полгода, ну как? Да все хорошо, мне тут кормят. И когда мы говорим с человеком, мы говорим, ну как дела? Ну мы говорим, ну нормально, все хорошо. Только в душу мне не лезь, не трогай меня. Так все хорошо. Потому что, если в душу залезешь, я не унесу, это буду плакать. Потому что в жизни всегда есть какая-то боль, у каждого человека обязательно есть какая-то боль, с которой мы не можем смириться. И мы скрываем где-то внутри, иногда думаем, ну как освободиться от нее, с кем же вот поговорить, кто же поймет, никто меня освободит от этой боли. все больше и больше это потребность в западной мере. И вот есть служба сейчас доверия, потому что люди не доверяют друг другу, они звонят по телефону в какую-то службу. Незнакомым людям, у которых профессия, принимать такие звонки, они по телефону, потому что не знают друг друга, рассказывают все, что они чувствуют, ну анонимно, потому что трудно это все раскрыть друг перед другом. Ведь меня же могут осудить, не понять, я не доверяю. еще хуже будут люди, вообще меня могут осудить. Я боюсь открывать свое сердце. Там есть боль, есть проблемы. А так все хорошо. Все хорошо. У меня прическа, костюмчик, машина, неплохо я живу, нормально. Но в сердце я плачу время в времени. Горючими слезами. Это реальность. А Вера говорит наоборот, в сердце вашем глубокое счастье у меня есть. У каждого человека. Оно есть. И это реальность покрыта этой нечистотой, которую надо снять. Эту иллюзию нечистота. То есть, что я о себе сам думаю. Что я хочу от других требую. Чем тут вечно недоволен. Читаю научные издания 1965 года. Это советская наука. Передовые достижения советской науки описываются в этой книге. Там уже гератология появилась, наука о старении. Наука уже поставила задачу победить старость. Уже первые опыты удачные были. Гормоны козла молодой перенесли человеку 65-летним остался молодой, как козел. На один месяц у них даже усы почернели, знаете. Вот уже, так сказать, первые эксперименты были удачные, со старением. Мы, может быть, справимся со временем. эта книга 1965 год. Введение этой книги читаю. Первое предложение. Современная наука добилась большого успеха в борьбе с враждебными силами природы. Вот так. Вот он был. Позиция науки к миру. Враждебные силы природы вокруг, оказывается. Нам нужно починить эту природу. Вот в чем дело. Победить ее. Но неужели вы думаете, что это возможно человеку? Одно землетрясение и нет цивилизации. Ветер дунет хорошенько и все, ничего не будет. Вы что думаете, природа такая слабая, что может починиться? Она так и выглядит. Понимаете, как будто она мой ресурс. Она выглядит, как будто это мой ресурс, она мне подчиняется. А на самом деле, если вы в море поймали акулу, неизвестно, кто кого поймал. Мы не можем здесь контролировать ничего. Это иллюзия, это нереальность. Даже молоко на плите не можем контролировать. Убегаем. Кто-то скажет, ну, примерно удачно. Я могу встать и проконтролировать его. Ну, тогда неизвестно, кто кого контролирует. Мы под полным контролем законов материальной природы, собственного ума, собственных чувств. Смотрите, кругом нас обманывает какая-то энергия. Скажите, зачем все это нужно? Как человек попал в такое положение? Самообмана, окруженный этими недостатками, врожденными причем. это называется так же сон. А это реальность, бодрствование. Это несовершенство. Кажется непреодолимым. Нет, это кажется. Иллюзия это всего лишь кажется. Не удивляйтесь. От сна вы просыпаетесь за одну секунду. Вот точно так же можно избавиться из всех проблем за одну секунду. Если вы серьезны к реальности, если вы на сне искренне хотите познать реальность, пробуждение наступает за одну секунду. А подготовка может занять целую жизнь. И, собственно говоря, разбудить спящего человека совсем не сложно. Но того, кто притворяется спящим, невозможно. Вот какая иллюзия. Во сне пробовали поесть? Ну как? Сыты были? Нет. Во сне пробовали ходить в туалет? Странный эффект, необычный. Так тоже случается, видите, тоже иллюзия. Сон есть сон. Во сне я однажды нашел много денег. Я не хотел просыпаться. И вот знаете, вот интересный момент. Я уже просыпался, я не хотел, я осознавал, что это сон. Но мне так хотелось эти деньги взять с собой, что я думал, нет, не буду просыпаться. Так что же такое иллюзия? Где она находится? Это интересный пример. Вы идете, а здесь холодный климат, здесь пример может быть не очень, как бы понятный будет, а вот если попадете в южные регионы, имейте в виду, это пример очень точный. Змея на дороге может быть вечером, они часто выползают на дорогу, когда заходит солнце. Как правило, если вы идете по тропе дороги и видите, оп, змея на сумерке и не очень-то ясно видно. Это может быть и веревка. Подойти? Ну а если змея? Не подойти, а вдруг веревка простает, ты как дурак. Знаете, какая сложная ситуация возникает. Но где иллюзия? Змея реально существует, как объект. И веревка тоже реально существует, как объект. А где же иллюзия? А иллюзия в моем уме. Вот она, Генгурец. Ее нет во мне. Это то, что я думаю, и мои оценки, и мои выводы. Поэтому виды говорят, человек должен иметь знания, но не делать выводов. Выводы должны дойти из реальности. Вот в чем как бы заблуждение. Не в том заблуждении, что мы что-то предполагаем, скажем, или что-то нам кажется, что-то мы думаем. Но если мы как вывод жизни это принимаем, вот она ошибка. Вы можете применить свое видение в служении Абсолютного. Это не будет иллюзией. Это возвысит человека, наделит его большим видением и талантами. Да, это как семечко. Оно вырастает и становится большим деревом. Начинаем с небольших вещей. Но вопрос в том, где же будет расти это семечко, на камне не вырастет. В болоте тоже не вырастет. И там, где много сорняков, тоже не вырастет. Нужна хорошая почва. Эта почва означает, что нужна регуляция нашей жизни. Мы сами не способны отрегулировать всю материальную жизнь, потому что чувства несовершенны, склонны к обману, к ошибкам, и в иллюзии пребывают. Из-за того, что хотят приятного. Поэтому мы не можем сделать правильных выводов в своей жизни. И в ведах описывается очень много материальной деятельности. Вот скажем, что такое карма-йога, карма-канда, что это такое? Это деятельность, приносящая нам успех в этом мире. Карма-канда называется. Карма-канда означает деятельность, работа. Как работать? Так действовать, чтобы успех был и богатство, и процветание. И даже на райские планеты можно попасть при помощи карма-канды, совершая тут много великих дел. Можно рай создать прямо на земле, прямо в Иркутске, используя разделы карма-канды. Есть гьяна-канда. Она говорит, как нужно мыслить, как приступить к этому процессу. Что? Как жить, что есть, сколько спать. То есть нужно отрегулировать себя так, чтобы стать мыслителем. И выбирайте, кто вы. Выслитель или успешный общественный деятель, профессионал, талантливый человек. Или вы хотите мистических совершенств. Да, есть приписание. Пожалуйста, выбирайте, что вы хотите. Но для этого вы должны образ жизни соответствующий принять. Тогда получите вот эти все достояния. Карма-канда, гьяна-канда, йога, мистическое. Но если вы ничего не хотите, если ваше сердце чисто от всяких желаний, вы необычные личности. Один на миллионы встречается, такое говорится. Вы один шаг до совершенства имеете. Вам доступна будет любовь к Богу. Абсолютно безкорыстная любовь, кто тренет в сердце. и очень легко пробудить такого человека. Как сухие дрова. Стоит коснуться пламени, они сгораются. Но если у нас много материальных желаний, мы тоже дрова, но срыли дрова. И даже соприкосниться огнем, мы сразу не воспламеняемся, нужно высохнуть. Как бы время какое-то, общение, чтобы как-то что-то с нас верой, обусловленностью, что-то изменилось в мироощущении, мировоззрении. Ведь мы же даже не знаем, как устроен этот мир, в котором мы живем. Откуда же эти знания приходят? Не отсюда, из самоосознания, и из Вед. Веда это правило предписания для всех укладов жизни, для мужчин, для женщин, как жить семейной жизнью. Посмотрите правило предписания Вед, следуйте, и у вас будет счастливая семейная жизнь. Как иметь хороших детей? Посмотрите правило предписания, как иметь хороших детей и получите это. Если вы устраиваете химический эксперимент, сложный опыт, то нужно точно, точно установить пропорции реактивов, время, что еще, температуру. Если всему последуете точно, эксперимент, конечно же, удастся. То есть точный закон мы говорим в жизни. Но если вы ошибаетесь хоть в одном месте, может и не быть такого результата. Поэтому жизнь человека не должна строиться на ошибках. Ошибки должны быть исправимыми. Поэтому говорится, не делайте слишком серьезных грехов в жизни. Непоправимых вещей избегайте. Особенно. Которые написаны во всех Средственных Писаниях. Через религию даются нам. Через богобоязненность, потому что у нас склонность к греху есть. И нам нужна богобоязненность через религию это втолкнуть науку. Но сейчас мы уже не богобоязненность, а в прошлом именно так было. Люди боялись Бога, вера была слепая. И через это им говорили, не хотите в ад, тогда не убивай. Ни крови, ни лги, не попадешь, значит в ад пойдешь. И как-то это людей сдерживало, их вера слепая. Сейчас люди не богобоязненные, поэтому нужна наука не просто втолкнуть через страх, а мы должны понять, что это такое, что за жизнь, что за механизм, почему так. И на самом деле мы все заповеди соблюдаем по отношению к самому себе. Разве нет? Мы себя не обманываем, мы себя не обградываем, мы честны перед собой, мы всегда прощаемся грехи себе. Разве не так? По отношению к себе мы как бы святой человек просто. но по отношению к другому, а нужно наоборот это делать. То есть все эти заповеди, они естественны для каждого человека. Спросите любого человека в Иркутске, возьмите микрофон, пройдите, запишите голос каждого человека в Иркутске, можно тебя убить сегодня? И он скажет, не надо, не пугайте меня этим вопросом. Зачем? Ну ладно, убивать не будем. Можно одно ухо отрезать, у тебя же два, одно не жалко. Никакие формы насилия человек не примет, это разве не абсолютная истина? Не каждому применим абсолютная истина. Ахимса не убивает? Мы же это знаем хорошо, и к себе применяем, а к другим нет. мы сами выбираем неравенство. Хотя я говорю равенство, братство и мир и счастье, но сами выбираем воины и неравенство. Представьте, что в Иркутске все миллионеры стали. Ну что в этом такого? Ничего не изменится. Дворы придется вместе миллионерам тоже. Все равно работать нужно. Магазины будут миллионеры продавать, что изменится? Ничего не изменится. а вот если я миллионеры остальные нет, вот это вот хорошо. Именно вот этого мы хотим. Превзойти других людей. А что это означает? В чем иллюзия? Это означает, что мы хотим зайти вместо Бога. Верховного. Можно не назвать это Богом. Верховного. Такое слово есть. Иногда по отношению к людям верховный говорится. В политике есть, было такое выражение. Или генеральный, главный, то есть, генеральный секретарь. Или верховный, главнокомандующий. Это положение верховного. И вот у людей врожденная стяга к этому положению верховного. И это говорят. Это иллюзия, тенденция стать Богом в этом мире. Если все хотят стать верховными, то что будет вокруг? Борьба. Борьба за пост верховного. Потому что только один может быть верховным. В Индии люди ходят в туалет, на улицу. Ну, бедные люди у них там все просто. В поля идут туда, чуть ближе к Ганге. И издали виды, как люди там сидят по утрам. Сидят там их десятками просто. В туалетах. и ветер в Сиданге такой дует знаете. И эти ароматы распространяются. То есть есть такие районы, где люди очень просто живут. Потом вы идете на Гангу и вы должны внимательнее быть очень. Потому что ну понимаете нужно очень обходить. Потому что там довольно густо все это. И вы видите такие красивые пирамидальные такие испражнения. Вот так вот они накладываются с хвостиком. Здесь мы уже не видим ничего. Я рассказываю что вы это уже никогда давно не видели. Все это унитазы невозможно посмотреть. А там можно все это реально увидеть прочувствовать. И теплый климат и там сразу какие-то заводятся червячки. Понаблюдайте. Очень похоже на человеческое общество. Потому что там вверху пирамиды только одно место можно занять. И все почему-то туда стремятся. Понимаете? Наверх. Друг друга сбрасывают. Там борьба у них такая. И там наверху кто-то один такой взевается. Говорит я тут главный. И тоже через секунду его сбрасывают. Другой поднимается. Я не знаю что у них тоже такая тенденция. Смотрите даже они у людей такой же. Это называется все целиком материальное существование. Все живые существа от самого высшего до низшего имеют желание стать богом. Это называется эволюция сознания. мы достигли совершенства в чем? В том что обрели тело человека и разум человека. Это большое совершенство. Сколько людей на планете несколько миллиардов. Сколько насекомых. Сколько травы, деревьев, микроорганизмов. Нас очень мало. Это редко. Это редко удача родиться в теле человека. Душа трансмигрирует. Она же бессмертна. Душа это жизнь. А жизнь есть везде. Насекомая жизнь, растение жизнь, животная жизнь, рыба тоже жизнь, человек тоже жизнь. Категория одна. Формы жизни разные и возможности разные. Это эволюция говорится, сознание. И максимально сознание проявляется именно в форме человека. А знаете как редко получить эту форму человека? Будда дает пример. Представьте себе черепаху. на дне Атлантического океана. Она всплывает. Она всплывает вот так. Черепаха. Так. Так. И вот она идет на подъем. А там наверху шторм. Бушует океанский шторм. И болтает крышку от бочки. И в этой крышке от бочки вот такое есть отверстие пробки. Вот такая болтается крышка от бочки в шторме. Черепаха всплывает поверхность. И понимаете вот она так всплывает а бочка так там болтается что вот случайно совершенно случайно голова черепахи попадает в эту дырку от бочки. Вот это возможность родиться человеком. То есть большей частью живое существо пребывает вне человеческой форме жизни. И всего 400 тысяч форм жизни. Из всех людей лучше считается мыслящий человек. Есть рефлектор на жизнобеспечении пытаться осмыслить это лучше. Из тех людей кто мыслящий лучшие те кто не полагаются на свой ум они более разумные а те кто изучают веды которые даны сверху из тех кто изучает веды самые лучшие те кто уже изучили веды из изучивших веды самые лучшие те кто познали смысл вед если вы знаете смысл вед вам не нужны науки больше можете не изучать больше ничего если знаете вывод всех священных книг А что такое вывод священный клик? Надо изучать Веду. Мы должны знать. Из тех, кто постиг смысл Вед, лучше и те, кто избавился от всех сомнений. Что такое сомнение? Когда истина и иллюзия пребывают вместе. Это называется сомнение. Реальность и обман пребывают вместе. Добро и зло смешиваются вместе. Как это мутная вода, мы говорим. Это называется сомнение. Мы все верим в Бога. И одновременно в нем сомневаемся. Вот в чем проблема. Нас смешиваем. То есть мы еще не достигли, не избавились от сомнений, недостаточно знаний глубоко получили. Есть знания поверхностные. Они избавляют человека от сомнений. Сомнения находятся в глубине нашего разума. В этих противоречиях, двойственности. Например, мы считаем источник знания. Откуда же источник знания? И Индия, или Россия, или что это? Нет, нет, нет. Источник знания абсолютно есть. Бог один, и религия тоже одна. И знание наука тоже, и жизнь тоже одна. Под этим же законом живут все люди. Национальность сбивает с толку. Отсюда возникает сомнение. Национальность это иллюзия. Реальность, она другая. Есть счастье американское, есть счастье российское. Есть боль американская, есть боль русская. Так? Если американцу порежет руку, он почувствует американскую боль. А если порежет руку в Иркутске, он почувствует иркутскую боль. Да нет, никакой разницы. Даже любое животное так же тренирует. Есть одна суть внутри каждого живого существа. Другое дело, что есть разное количество разума. Поэтому мы говорим. В силу наших несовершенств мы не можем получить знание в абсолютной истине. Не можем. Нам нужно принять ее просто. Как сказать? Ведь ее же не получают. Она уже есть. Ее принимают. Она перед нами находится. Это жизнь. Жизнь по закону. Можно придумать новые законы, но мы не можем жить по новым законам. Например, в Америке установили закон о томполых браков. Ну и что? Вы что, можете развивать общество при помощи таких законов? Нет. Общество вымрит, да и все. Нужен брак, мужчина, женщина, дети. То, что нужно знание. Нужно реально знание, как все это делать. Откуда же взяли все эти законы? Выдуманы человеком, его чувствами, его восприятием, чувственным. Потому что они приятнее. Там больше мира и согласия. Там нет ответственности никакой. Все. Для чувственного наслаждения это лучшее. Вместо абсолютной истины люди принимают чувственное наслаждение. Они принимают объекты чувств. За реальность. Объекты чувства временные. Обачи. Итак, сомнения. Избавиться от сомнений. Из тех, кто избавился от сомнений, лучшие те, кто обрел любовь к Богу и заняты чистым, любовным, преданным служением, не имея никаких материальных мотивов. Эти люди живут вне иллюзии. Их единицы. Но именно благодаря этим людям поддерживается все живое. Потому что их ценности вечные. Их примеры жизни вечные. Их жизнеописания меняют жизнь других людей. Это реальность. Как говорил Иисус Христос, мы не можем себе росту прибавить даже на локоть. Мы не можем себе сделать красивее, чем есть. Где взять талант, если их нет? Когда я учился живописи, первое, что нам сказали в учебном заведении, что мы вас научим техники живописи, законам. Но талант это уже от Бога. Если он есть, то есть. Нет, нет. Мы не можем дать. Как же быть? Почему у кого-то есть талант, у кого-то нет таланта? Да, вот кто-то соприказался с реальностью и обрел талант. Вот завтра об этом поговорим. Завтра также поговорим о семейных отношениях в связи с этой темой. Необычные вопросы есть. Неожиданные даже. Что вы думаете о том, что ждет человечество в ближайшие сто лет? Видите, нас волнует это? Что будет через сто лет? Когда нас не будет здесь? Будет то, что мы с вами оставим. Никакой тайны, загадки в этом нет особенно. Посмотрите внимательно сейчас на наших потомков, которые рождаются сейчас, с какими целями и качествами они рождаются. Они создадут то будущее через сто лет. Можно прогнозировать, конечно, эти вещи, тенденции, которые существуют. Но, если взять, скажем, мой личный взгляд, что я вижу, каждый год я выезжаю в тур по России или за пределы России. и какие-то лекции. Это уже в течение 20 с лишним лет я наблюдаю. Также люди меня больше и больше знают в России и за рубежом. Интернет. Здесь определенная известность. Но что я вижу? По предсказанию, Россия первая выберется из дебри материализма. Сначала Россия, сказано, а потом Пруссия. Это современная Германия, примерно та территория. И в России сейчас происходит духовная революция, как мы наблюдаем, что люди принимают, меняют образ жизни, обращаются к ведам. Может быть, не очень многие хотели бы обратиться к ведам, потому что это, может быть, Индия в нашем понимании. Звучит так. Но все равно обращаются, потому что выхода другого нет. Это написано в предсказаниях, что не будет другого выхода ни у кого, потому что другого источника знания не будет. Ведическая культура изначально этим книгам много тысяч лет и в то время не было России, и не существовало такого понятия, как Россия или Индия или Америка. Позже. Можем даже поговорить немножко с вами об истории планеты с точки зрения вед. Вы удивитесь, наверное, но очень неожиданная точка зрения преподносится истории. Сейчас планета движется к духовному ренессансу. Это связано с распространением духовной культуры, потому что она еще не забыта. Все остальные духовные направления и научные знания придут в упадок, говорится, полный. Что мы сейчас и наблюдаем? Не могут остановить деградацию ни ученые, ни религия, ни мораль, ни нравственность, ни организация объединенных наций. Никакие усилия помогают. То есть как бы не хватает могущества. Мы знаем, что нужно жить лучше, но не хватает сил на это. Личной способности, может быть, характера, много чего. Мы ждем, когда же появится какой-то пророк или мессия или сильный лидер в обществе, который нам поможет в этом. Что могу сказать сейчас на этот счет? Никто не поможет нам. Мы должны сами сейчас совершать, применять усилия. Век карии не будет такой организации сейчас, чтобы за нас это решили, как в хомастические времена нам дали уже готовую идеологию, уже все было запланировано, пятилетки и прочее. Мы должны были просто включаться вот идеи партии, планы партии. Но сейчас никто не скажет, что вы должны делать. Сейчас предлагают выбор. Интернет ли это, школа ли это, институт ли. Предлагают выбор даже предмет истории. Предлагается на выбор в школах. Нет истории, как таково. Нет одного учебника. Есть разные точки зрения, есть разные взгляды на историю. И ученики сами выбирают, по какому учебнику сдавать экзамен. Все. Астрономия то же самое. Все основополагающие науки не могут ответить на вопросы точно. Все запутано. Теория Эйнштейна провернута и прочее. Нет основ больше. Поэтому сейчас единственный выход начать самоосознание. Это предлагают веды. С этого все начали. Познай себя, познай все остальное. И тут, кроме нас, с вами никто нам не поможет. Говорится, Бог помогает тому, кто сам себе помогает. Если я ничего не делаю для этого, никто мне не поможет. Например, есть метод, как человека возвысить на очень высокую платформу. Но эстерина этого хочет. Вы можете взять лошадь за усы и привести к воде. Но пить заставить вы не можете, если она не хочет. В данном случае именно наше желание является критерием. Какую же сторону мы займем в жизни? Темную ли свет будет? Истину ли ложь выберем? Это будет наш личный выбор. Мой совет. Не ориентируйтесь с точки зрения выгоды. Будет ошибка. Будьте очень осторожны. Сейчас очень жестокие будут реакции. Не как раньше. Не рискуйте своей жизнью. Можно ли? Какую-то вопрос. Почему вы поверили в веды и в их истинность, что у них показалось вам правдоподобным? Сейчас все кажется правдоподобным. Не все сразу казалось правдоподобным. Знаете, там такие вещи описываются, что голова кружится. Например, там описывается ад. А я не верил в ад. Меня научили в школе не верить в такие вещи. Ну, запугивать людей, упьем для народа. Зачем? Я не думал, что есть буквально вот такой ад. Ну, может быть, образно, поэтически. Я принимал, что человек может страдать сильно. Скажем, концлагерь, война. Ну, чем не ад? Ад, конечно. Ну, вот так вот, чтобы там котлы были какие-то, знаете, вот, варили там кого-то. И я думаю, не, 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 через что. И как я в это поверил? Когда вы принимаете духовную практику, жизнь у вас трансформируется вся, целиком. Она так будет устроена, что вы все увидите, что там написано. Есть здесь практика, конечно же. Если вы просто читаете, ну, хорошо. Но если вы образ жизни меняете, вы все увидите, что там написано. И гуну увидите, и карму увидите, и ад увидите, и рай тоже увидите. Как же я это увидел? Небольшая история, могу рассказать. Очень давно, ну, в человеческом понимании, давно, может быть, это был 1987-1986 год, примерно так, в Петербурге я жил. И я пришел на программу, на квартиру. Мы тогда читали, вот, ведические книги уже в то время, практиковали. То есть я уже образ жизни принял в 1985 году. Значит, я уже 30 лет вегетарианец, например. И 30 лет занимаюсь медитацией каждый день. С тех времен. Мы читали там Бхагавадгиту, и был гость один. Мы радовались всегда гостям, новым людям, неважно, откуда пришел. Мы даже имени не спрашивали. Садись, проходи. И вот он тоже сидел со всеми. Но он был странный. Я поглядывал на него. Орлинный нос, выпученные глаза, постоянно мигающие, смотрящие в одну точку, выдвинутые вперед, подбородок острый. И длинные, такие прямые волосы. И он вел себя немножко странно, молчаливо, и смотрел в одну точку всю лекцию, и мигал глазами, мстая. И он сразу ушел после лекции. Вечером, того же дня, звонок по телефону. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня к вам вопрос. Я вот был у вас на программе, у меня вопрос к вам. Ну, я воодушевился, вопрос хорошо. Мы же хотим знания распространять, передавать, химические знания. Ад вечен, он спросил. Я вот не верил, но я знал философию. Я сказал, нет, ад не вечен, и собрался ему объяснить. Он сказал, большое спасибо, положил трубку. А я вспомнил вымигающий взор, подбородок, нос, длины волосы. Ну, ладно, бывает такое. Ровно через сутки, в это же время, звонок по телефону. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вчера вам звонил. Да, да, я помню. У меня к вам вопрос. Пожалуйста. Скажите, ад вечен. Я сказал, понимаете, ад, это карма человека. Ну, вот, карма кончается, человек освобождается от наказания. Большое вам спасибо. Я положил трубку. Интересный человек. А жена, она уже слышит это все, потому что там, находит, и как-то она осторожно к этому отнеслась. Третий день, звонок по телефону. Здравствуйте. В то же время. Здравствуйте. У меня был вопрос. Да, да, слушай. А, от вечен нет? Да нет же, от не вечен. Я же объяснил. Карма кончается, и наказание кончается. Вот такой человек сидит в тюрьме, закончился срок, он же выходит. Ну, он здесь так же. Большое вам спасибо. Четвертый день. Здравствуйте. У меня к вам вопрос. Да, слушаю. А, вечен или нет? Подождите, подождите. Ну, почему постоянно спрашиваете правду? Ну, ну, дело в том, что я был в ладонне. Ну, вот и фокусы такие. Я очень боюсь, почему христиане, что там вечный ад. Я постоянно вспоминаю об этом, мне страшно. Я говорю, понимаете, это образное выражение, вечный ад. Но так же, как если вы сильно страдаете, для вас даже минуту это так долго, а что если там годы? Ну, и говорят, на спасение не надейся, вечный. Это больше образно. Ну, почему правду? Вы спрашиваете. Он говорит, знаете, я вам хочу все рассказать, приходите ко мне. Сегодня вечер. Я сказал, ну, что ж, ради науки я пойду. Потому что мне нужно было увидеться в самом, есть ад или нет. Потому что от него чем-то веяло, от этого человека, что-то исходило. И настолько, что когда я пошел на выход, жена встала и сказала, через мой труп туда не пойдешь. Туда тебя не пущут, туда нет. Она даже вот чувствовала через телефонный разговор, что это там страшное творится в этом человеке. То, что он связан с каким-то страшным местом. Я сказал, ну, я должен, я обещал. И я пошел туда. Это был Васильевский остров, Санкт-Петербург. Это старый фонд жилой, двор-колодец, куда не попадает солнечный свет, первый этаж. Габаритные такие двери, знаете. Я зашел в темный подъезд без освещения, нашел ту квартиру, собрался с духом. там какой-то звонок, какой-то встал. И тишина. И темно, черно, там еще провал какой-то такой. У меня, знаете, и вдруг внизу смотрю, старуха скрюченная такая вот такая вот. Так я посмотрела. Заходи. Исчезла где-то вообще. Просто исчезла куда-то. Я пошел в эту дверь. Темно. Света почему-то нет. Окна зашторены. Какой-то комод, какое-то зеркало. Какой-то выход. Я вижу силуэт моего знакомого. В кресле сидит. Профиль вижу. Он сидит, мигая глазами, смотря в одну точку, напротив пустое кресло. Там должен быть и я сесть. И он ждет меня. Я прохожу, сажусь напротив этого человека. И он мне рассказывает, как он был в аду. С тех пор я уверен, что она существует. Вы меня не переубедите. Это было реально перенесено со звуками его голоса и его опыт. Так же, как если кто-то страдал, он может рассказать, и вы чувствуете что-то реально. А как он выбрался из этого? Из этого, да, как выбрался? Да. Видимо, он туда еще не полностью попал. У него был как-то назад, выход оттуда. Он сказал мне, место где-то произошло у сфинксов на Неве. И сказал, почему? Потому что он очень много пил в то время. У него была серьезная проблема с алкоголем. И он говорит, в том месте земля разверглась, и я провалился туда, и меня сразу скрутил змей большой. врачи видели, говорит, мое скрюченное тело, вот такое все. И пытались меня распрямлять. Вкалывали, говорит, успокоительные какие-то еще вещи, вкалывали меня. Говорит, тело немножко распрямлялось и снова скрючилось. Они же не видели, что меня, говорит, змея скрутил. Они этого не видели. Они видели просто скрюченное тело. А почему не знали? Так происходит. Интересно то, что он написал некоторые вещи, которые написаны только в священных писаниях. Он никогда не читал священные книги. Он написал даже надпись на входе в ад, что там написано. И рассказал, что там точно, конкретно было с ним, как его наказывали. Я это читал в крошке цахи, некоторые вещи. Но он не читал той книги и других таких книг. И он мне спрашивал одну вещь только. Почему-то он мне полностью доверился и сказал, что нужно делать, чтобы не попасть в ад. Скажите мне. Он был адекватным во всех остальных отношениях. Человек был нормальный. Он мог работать, все, бросил пить. Но он с одной мыслью жил только, чтобы не попасть снова в ад. Я сказал, хорошо, я вам скажу, что нужно делать, что в ад никогда не попадешь. На основании Писания сказано, что если ты соблюдаешь четыре принципа регулирующих и каждый день ты медитируешь на имя Бога, ты никогда не попадешь в ад. Гарантированно. Он сказал, давай мне эту мантру и говори, какие принципы. Я ему все рассказал. Он стал все это делать из страха. Не из любви, конечно же, не интересных абсолютно. Но есть не просто из страха. И знаете, что удивительно? Удивительно то, что через месяц он нарушил все эти принципы. Желание чувствовать наслаждение было сильнее, чем страх ада. Так. Сильнее? На каком уровне вы себя ощущаете изучающий, изучивший, не имеющийся сомнений и тому подобное? Я не знаю, что в этом сказать. Я думаю, со стороны виднее должно быть. Правда? Как я себя могу оценивать? У меня другая самооценка совсем. Не в этой области. У вас есть дети? Зачем они вам? Зачем жена? В каком возрасте вы избавились от похоти? Зачем ему жена и дети? Зачем ему жена и дети? В Алма-Ате мне позвонила знакомая радиоведущая, сказала, можете срочно приехать на передачу? Прямо сейчас. Эфир будет через 20 минут. Я говорю, ну в принципе могу, а какая тема? Ну потом скажу. Я приезжаю, надеваю наушники вовремя, минуту в минуту. Какая тема? Говорит, аборты. Я думаю, ну вот, она меня поймала. Я бы ни за что не согласился бы. Это 93 года, Алмата. И начали тему, ну 20 минут, вот мы раскроем эту тему. Рассказывайте, что такое аборт и как вы к этому относитесь. Вот у нас гость радиопередачи, знаток религической культуры и прочее, прочее. Ну я им все прямо и сказал, что такое аборт и к чему это все. Ну, со мной решили покончить. Стали звонки, звоните вместо 20 минут, мы полтора часа были в эфире прямом. Все женщины на меня нападали, кто звонил. Говорит, что он такое говорит? Вот так вот, бескомпромиссно, вот так вот, беспощадно. Он какой-то странный человек. Сейчас нужно учитывать место, время обстоятельства, время другое. Много брошенных женщин, одиночек и прочее. Они стали говорить, финансовое положение, экономическое. Вы что, мы живем в каком мире? А он такие вещи говорит. И вот все, как от нас, стали говорить, защищаться и против меня все. А я, значит, продолжаю свое. Еще больше их злю. Еще один звонок. Ну, хорошо, говорит, давайте сейчас его спросим самого, у него вообще есть вот жена и детей? Я говорю, ну, есть. Ну, и как вы в семье с этим справляетесь? Я говорю, у нас с женой целебан. У нас родилась дочь, и мы дали обед безбрачия. Все. Кто вообще пригласил этого ненормального человека? Зачем таких людей приглашать? Давайте нормального человека пригласим специалиста, и мы с ним поговорим. Зачем этого приглашать человека? Ну, меня размазали полностью, все уничтожили совершенно. Но, как только я сказал про целебат, ведущая, как-то странно, ко мне изменилась сразу же. В ее глазах появилось сострадание. Я серьезно говорю, на меня стало смотреться со страданием. И тут звонок очередной, а я просто уже молюсь, сижу, не знаю, что делать. Очередной звонок, женщина звонит, говорит, вот, я вырастила дочь, ей уже 21 год, было очень, очень трудно, и я думаю, что нужно было вообще сделать бы аборт, потому что было очень трудно жить. А ведущая спрашивает ее, а вы не жалеете, что не сделали аборт? Вы любите свою дочь? Говорит, очень люблю, я не жалею, что сделала. Нет, не сделала аборт. Я снимаю перед вами шляпу, она сказала. Все звонки обрубилось сразу же. Все. Никто больше не позвонил, ничего не сказал. Все решилось. Ну, все, эфир был закончен. Я встал. Спасибо, спасибо. И радиоведущая взяла меня под руку и вела к машине. И говорила, а это правда? Я говорю, что? Потому что у вас бед беспрачность? Ну, правда. И она с большим состраданием, как мотивация. Но на самом деле, сострадать нужно другим людям. Если вы можете так жить, это очень хорошо. Не можете так, регулируйте по-другому, регуляции должны все равно. Завтра мы об этом поговорим как раз. Это главная, как бы, главная вещь, которая намешает, мешает принять юридическую культуру. Вообще, святую жизнь, это главное препятствие именно в этом, в сексуальной жизни. Центр, центр нашего материального, иллюзорного существования, секс-кремена. Это две вещи, женщины и золото. Все. Это основа развития демонических качеств и демонической культуры. Золото женщины, золото женщины, мягкая постель и золото. Это ведет к вымиранию, к ядерному оружию, к чему угодно. Завтра мы об этом поговорим подробно. И семья находится в центре спасения человечества. Нормальная, хорошая семья. Хорошую семью невозможно создать, если мы не регулируем свои отношения в знании, разумом. Культура должна быть, наука должна быть, искусство должно быть, много чего должно быть возвышенного. Чистая религия должна прийти на смену обычной религии, разношерстной, единая. А это все зависит от образа жизни, понимаете, нет концепции наших, этих наших желаний-то исходит, а сверху спускаются эти законы бытия. Почему нет духовных каналов по телевизору, спутнику кабельному? Ну вот мы запустим свой спутник, когда будет свой канал. Нет, уже что-то есть, например, в Москве есть один канал, но он по Московской области. Существует уже такой канал, где есть передачи, гостей приглашают обсуждать разные темы, ведической культуры. Книги появляются больше и больше. Не так, что в интернете очень много информации, вы знаете, можно сейчас учиться, можно посещать такие фестивали, такие программы. Я не единственный, кто к вам приезжает, верно же, по этой теме. Я думаю, есть регулярность в этом плане уже. Так что мы неплохо уже устроены в плане образования. Что, уже время? Десять минут осталось. Очень трудно простить свою маму. Родители жестоко избивали меня в детстве, и мне пришлось расти на улице, как мне искренне их простить. Сначала станьте великим человеком. Потом сможете простить, и все изменится. Не пытайтесь это сделать вот такими усилиями, это очень трудно. Вы сейчас должны превзойти самого себя при помощи практики духовной. Я, конечно, вижу ваше молчание, вашу растерянность, что это за такая практика, о которой вы постоянно говорите, неужели она что-то даст, потому что на практике никто вопрос вообще не задает. Ни одного вопроса нет по практике. Это самое главное. Я думаю, завтра мы раскроем эту тему как-то, потому что именно образ жизни важен. Тогда сможете простить. Примите определенный образ жизни, и все изменится. Не примите, ничего не изменится, будете жить с обидой. А что тут поделать? Люди живут с обидой всю жизнь, не могут простить, и даже в момент смерти говорят, нет, я тебя достану, и после смерти. Такова психология человека, такая глубина обиды. Вы должны превзойти себя, но для этого нужно получить очень сильную очищающую энергию сверху, чтобы простить всех. И прежде всего, самому простить свои ошибки, изменить себя. потому что все проблемы из-за меня самого. Я ведь не случайно родился в такой семье. Как простить людей, с которыми я сидел в тюрьме? Но простите, но как вы там оказались в тюрьме? Вы же оказались в этих условиях по определенным законам бытия. Это тоже нужно понимать. Попытайтесь понять лучше, охватить вашу жизнь лучше, со всех сторон ее понять. не только со стороны несправедливости к вам. Но почему вы оказались именно в этой семье, именно в этом месте, именно в Иркутске, именно в Сибири? Почему? В этой культуре. Почему не хотите знать ничего другого? Как оказывается, американцы понятия не имеют, что такое, как устроена Россия, где Украина находится. Даже лидеры некоторые понятия не имели об этом. Почему? А потому что не смятались в связи с американцами, очень гордились этим. Считали, что они в центре вселенной. Поэтому, что там такое Россия вообще? Нужно ли вообще-то знать этих людей, эту культуру? А мы здесь тоже можем так думать. А мы сибиряки. Какое нам делали псевдопедической культуры? Это очередное проявление глупости. Ищите самое лучшее в жизни. Если это даже на другой планете, берите это. Здесь нам столько дано, а люди выбирают не мое, не русское, не сибирское. Лекарства же вы принимаете, всякие, индийские, китайские, какие угодно. Говорится, знания нет, вот должны быть русское. Ну, простите, но нет больше русского знания. Только русская водка осталась. Ну, прямо, если честно сказать, нет больше этой культуры, утрачена она. Она была великая культура, ей нужно возразить. 80% разводов, о чем вы думаете вообще? Когда я сказал об этом индийскому послу одному, что в России до 80% разводов, он не поверил слова, 8% вы не имеете в виду. Я говорю, 80%. Говорит, не, не могу поверить. Говорит, ну, 80% поймите. Статистика. Научно. Он говорит, что это означает, что все, нет семьи, а значит, нет общества. О чем вы думаете? Станьте посерьезнее немножко. Знания нам нужны сейчас. А не оставить свою позицию, несовершенную позицию, падающую позицию уже. Надо спасать общество. Уже здесь скоро однополые браки будут. Что вы думаете? Их больше и больше становится повсюду. Откуда это идет, этот ветер дует? Это вожделение, 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 вожделение. Он же проникает через телес, через интернет, он же прорывается повсюду. К детям, к девочкам. Неужели вы этого не видите? Ничего, ну, росли на улице. Я знал один пример, то же самое, мальчик рос на улице. Я видел его в Владивостоке в 90-х годах. Родители вообще были опущенные, алкоголики. Жили на первом этаже. Там даже не было стекол, какая-то фанера была, вот такая была квартира. Они не знали иногда неделями, где сын бегает. Ему даже нечего было поесть. Его поймали мои знакомые, он у них копался в бочке пищевых отходов, чтобы поесть что-то. Девятилетний мальчишка. Они взяли его к себе, у них там был ашрам духовный, и он там стал жить вместе с ними. Привязался к ним, как к родителям вообще. Ждал их, когда они придут в заслужение. Бросался на шею. Вырастили они его. Потом поехали куда-то вместе с ним уже и устроили там производство булок и хлеба. Освященную пищу распространяем. У них что-то там не получилось, они там разошлись, а он остался и взял это все. Без образования, без ничего. Сейчас он долларовый миллионер. Строит храм. Смотрите. Стал богатый, сам получил образование, платил себе учебу, заочно учился, получил образование, женился, все у него хорошо. Родители пришли к нему. Да, я не к нему ножка. И что он сказал? Бросайте пить, я вас принимаю. Не бросайте пить, я вас не знаю. Все, пить бросили все. Ни капли не принимают. Он спас всю свою семью. Поэтому я говорю, превзойдите себя. Не нужно думать, что вы несчастны. Не опускайтесь на колени перед жизнью. Вы не несчастны, человек у вас есть, все, чтобы зажить нормальной, счастливой жизнью. Принимайте знания, принимайте культуру, принимайте образ жизни, поднимайтесь, поднимайтесь, поднимайтесь и спасайтесь свою семью. Какая бы она ни была. Сейчас об этом нужно думать, а не о себе. Если мы не сделаем, никто не сделает. Я сказал, нет сейчас больше такого управления. Никто за нас не сделает, не решит это. Либо выбирайте это, либо выбирайте это. Это наша жизнь, все наши ответственности. Спасибо, мы должны закончить сегодня. Предложим завтра. Спасибо. субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok